В прошлом году из-за ковидных ограничений организаторам фестиваля скорости «Байкальская миля» пришлось пересмотреть формат мероприятия. Гоночную программу сократили, зато впервые провели одноименный гран-тур – автопробег до Бурятии. В этот раз необходимости в нем не было, но потенциальные участники настояли. И 14 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока отправились на Байкал. Но квинтэссенция всего, что мы делаем, это то, когда все команды встречаются там, первый день гонки, и они понимают, что они абсолютно из разных областей автоматспорта. Кто-то из них технарь-конструктор, кто-то из них гонщик-кроссмен, здесь дрифтеры, здесь пилот вертолета. И они все объединены чем-то абсолютно новым, чем-то замечательным. Байкальская миля преподносится как инженерная гонка. В этом году на лед выйдет более 80 единиц самой разной техники. И единственный способ попасть на нее на необычной машине – пройти гран-тур. Стоковые автомобили – это у нас не в почете. Но зато, если ты преодолел 7 тысяч километров, ты реально герой, ты имеешь право на своем автомобиле, который ты приобрел в обычном магазине, принять честь в Байкальской миле. Примечательно, что в этом году в числе участников гран-тура стало больше девушек. На Байкал отправились сразу два полностью женских экипажа, что приятно удивило не только зрителей, но и организаторов. Девушки-участницы везде приносят некую теплоту и душевность мероприятию. Так что я буду болеть за девчонок и призываю болеть всех за наши женские экипажи. По ходу автопробега, как и в прошлом году, участникам нужно выполнять задания, за которые начисляются баллы. Оценивает работы профессиональная жюри – путешественник Федор Конюхов, спортсмен Вячеслав Фетисов, мотогонщица Анастасия Нифонтова и глава Ростуризма Зарина Дагузова. Что за задания? Посещать различные точки и рассказывать о них в видеоформате широкой аудитории. Да, количество заданий уменьшилось, они приобрели некий такой глубокий хороший добрый смысл, потому что этот год назван годом культурно-нематериального расследования России, народов России. И большинство наших заданий будет посвящено народно-художественным промыслам. Поэтому приедем все в Пахломе, в Желе и сувенирами на Байкал. Добавим, что гранд-тур финиширует в Бурятии 9 марта. Тогда же в селе Максимиха откроется фестиваль скорости. Редактор субтитров А.Семкин